Итак, вот подъезжаю к границе с Казахстаном. Я все-таки решился. Здесь раньше были вагончики перед границей. Сейчас нету, что ли? Где страховку делают? Что-то не видно. Пока приготовлю паспорт. Мне кажется, свидетельство там надо. Вытаскивать с обложки, конечно, больше всего не люблю. Документы, когда заставляют вытаскивать, это, конечно, такое себе. Что-то ты будешь делать, а. Итогу, памятку мне дали. Дача взятки наказывает с лишением свободы. Прошел досмотр. Сейчас, не знаю, минут 20, наверное, потратил. Передо мной, вон, какая-то толпа просто народу попалась. С копом все заехали. Еду на казахскую границу. Там, возможно, будет повеселей. На казахской стороне дали, значит, талон прохождения совместного контроля. Вот такое вот это. Здесь номер марка машины, время, въезда и количество человек. Вот. Также миграционную карточку вот такую заполнил. Фамилия, имя, гражданство, цель въезда, принимающая сторона, адрес регистрации, подпись. Все. Сейчас ждем в очереди. Вот несколько машин стоит. На российской стороне потерял минут 20-25. Ну, как, потратил. И здесь, ну, казахи обычно еще подольше немного. То есть час все равно теряется. Вот так наша очередь выглядит. Сколько здесь? Вот с лодкой машина, там эстима, жигулятор, фокус. И в каждой машине полные машины практически. Ну, вот с лодкой мужик, по-моему, один едет. Вот. Сзади тоже втроем на жигулях едут. Я такой одиночка. В общем, нормально, терпимо. Летом здесь очереди. Вообще вешалка. Можно сюда не ехать летом. Ну, да, чисто по фану, как я. Ток-то, стоп. Знак там прикольный. Стоп и ток-то написано. Короче, я так решил. Коли у меня косяк на косяке и косяком погоняет, отсутствие страховки особо не повлияет вообще на мою участь. Поеду так. Если что, скажу, что не знал, что какую-то страховку-то надо. В общем, страховка стоит от 1300 до 1600 базовый тариф. Там скидки, там, кто сколько рассчедрится. Кто 1500. Ну, вот 1300 мне сказал, самое минимальное. Вот. Ничего себе, он по моей полосе едет, блин, еще и с дальним. Еще и недоволен чем-то. Всем местным, пацаны, привет, кто с Казахстана, Петропавловск и все остальные города. Блин, вообще, короче, хоть глаз выколи. У меня еще есть такой вариант на дальнем ехать. То есть, дальний-то у меня с обоих сторон работают. Есть такой вариант. Просто дальний включить, я не знаю, и проезжать, чтобы не вызывать подозрения, я имею в виду. Вот. Сейчас мне как-то надо пробраться до хостела. Не знаю, правдами, неправдами. Пост, говорят, закрыли. Но там патрулька ездит. Но тут еще на повороте будет. Там постоянно, типа, поста такая, короче, постоянно там гаишники стояли. На повороте сейчас, ну, который будет тут на Петропавловск. И мне желательно с кем-то еще в паре ехать, чтобы, ну, сильно не привлекать внимание. Чтобы, если что, цоп-цопнули, то его. В свое время меня здесь в Казахстане, вот через Петропавловск ездил. Потрепали вообще нервишек, мне знатно. Вообще, блин, вообще ничего не видно. Да, я, конечно, самоубийца вообще, без страховки. С ксеноном, где, где только можно. Ксенон не позволится, надо выключить. С разбитым лобовым стеклом, без аптечки, без огнетушителя. Блин, вообще, я просто конченый. Просто конченый. Я соглашусь с теми, кто пишет про меня, всякую фигню в комментариях. Я с вами полностью согласен, ребята. Ирина сюда поехал вообще, блин. Я же особо толком и не увижу даже ничего Петропавла. С ночью приеду, утром рано уеду. То есть, для именно туристических целей здесь не будет у меня. Хотя, не знаю, может, сейчас в обезьянник какую-нибудь посадят. Успею осмотреться. Просто, их просто нет дорог. Просто жесть. Реально, не едьте через Казахстан. Уже только из-за дорог хотя бы. Смотрите, какой здесь знак появился. То есть, это еще нормальная дорога была. Сейчас будет действительно плохая. Блин, я вообще в шоке. Но, спустя минут 15, есть и хорошие новости. Дорогу строят. Вот я наконец добрался до участка сделанного. Вот. И здесь, в принципе, приятно ехать. Будьте разметки ничего нет. Знаков ничего нет. Но, хотя бы, можно разогнаться до 80. Я уже две патрульки проехал. Первая прямо возле границы была. Ну, такая газелька типа стояла. Вот. Сейчас проехал прям конкретно легковушку, патрульку. Стояла на габаритах. Пока все идет нормально. Еще здесь по скорости такой момент, что здесь нет вот этого 20 км в час запасика, как у нас. Здесь если 50, надо не больше 50, а надо 45 ехать. Вот. В общем, дорога пока нормальная. Еду. Блин, переживаний масса. Ну, не убьют же меня, если что. Прорвемся и думаю. Тут уже всю подвеску, короче, слышно стало. Блин, вообще жесть. Короче, не едьте через Казахстан. По крайней мере, в ближайшие годы пока не построят дорогу. Я объехал ту дорогу, которая якобы плохая, по которой можно сотку наваливать. Ну, 80, да? В принципе, особо не напрягаться. Так, чуть-чуть там дискомфорт присутствует. Здесь я еду меньше, вон, 20 км в час, смотрите. Ну, это жесть вообще. Я не знаю, навигатор это учитывал при, вообще, при эту дорогу, при прокладке маршрута. Наконец-то я, вон, появился на карте Петропавловска. С самого краешку. Но уже, уже хоть какая-то надежда появляется у меня, что я приеду, наконец-то. И упаду сегодня спать. Хватит ныть вообще, да? Скажите, хватит ныть. Слышь, давай, соберись. Блогер. Блин, когда уже гаишники-то будут? Блин, это ненормальная дорога. На этой они даже стоять не будут, они здесь даже ездить не будут. Наконец-то вон огни Петропавловска уже виднеются вдалеке. Пацаны, смотрите, я за границей снова в Абхазии. Недавно побывал. Сейчас это в Казахстане. На улицах никого, полдвенадцатого вечера. Здесь улицы просто пустые. Субтитры сделал DimaTorzok Охренеть, еле завелась. Здесь бы я, наверное, долго искал сейчас кого-то здесь вообще так безлюдно. Так, ну, по 153 заправился. Получается, вот, 34 литра на 5267. Посмотрим, насколько у меня с карточки спишется денег. Оплачивал просто карточки, пик, и все. Блин, машина-то как-то сложно заводится. Но заправки такие, как бы, ни Газпром, ни Лукоилом, ничего я здесь не встретил. Решил в городе заправиться, потому что по трассе, может, вдруг потом не будет заправок. Или какие-нибудь булы, где карточкой нельзя оплачивать, типа. Да, кстати, ребят, еще раз хочу сказать всем привет, кто из Казахстана, кто конкретно из Петропавловска. Я, конечно, жму краба, как говорится, ехать у вас хоть и волнительно, но пока нормально в плане гайцов. В плане дорог, конечно, пострадал я. И тачка пострадала. Ну, надеюсь, сейчас будет нормальная дорога на Омск. Ну что ж, вот уже граница виднеется. Значит, у меня что на руках есть? Такая миграционная карточка, которую я заполнил, она осталась у меня с штампиком, с датой. Паспорт и свидетельство о регистрации. Причем паспорт на одного, на меня, свидетельство о регистрации, вообще на другого человека. И, как бы, на границе им не важно вообще, на кого форма машина. Никакой доверенности, ничего они не спрашивают. Вот такой талончик мне дали прохождение пограничного контроля. Здесь, насколько я понимаю, сначала осмотр идет автомобиля. Сначала осмотр, а потом уже оформление там в здании. Ура! Все, Россия! Смотрите, вот так выглядит граница. Омская область. Все, никаких ограничений, все сняты. Казахстан, пока. Дорожка отличная. Да, эта граница быстрее намного проходится. Вообще, просто небо и земля. Так, вот, собственно, мы и подъехали к развилочке. Уже кто? Если бы я ехал через Ишим... Съезд, поверните направо. Спасибо, Вася, спасибо. Если бы я ехал через Ишим... Вася, да и ладно, все, хорош. Если бы я ехал через Ишим и поехал по Новой Бережной Омской, я бы вот здесь выехал. Он оттуда приехал. Соответственно, ну, если бы по старой объездной, она чуть дальше, там, вперед надо было проехать. Что сказать, от границы дорога идеальнейшая. Просто автобан, ну, там кое-где, я знаю, к 70, там, типа, ремонт, что-то. Но дорога вообще просто реальный автобан. И сейчас финишная прямая уже на Новосиб. И уже сегодня вечером, если все будет нормально, я уже буду дома. Сейчас наблюдаю, в общем, такую картину еду. Уже несколько автовозов встретил. Как бы это не случайность уже получается. Которые едут на запад, с востока, груженые тачками. Причем груженые тачками не то, что там праворульными какими-то, или корейцев там раньше с Владика таскали, еще что-то. Груженые камрюхами, прайдиками, там, всякими разбитыми, неразбитыми. Разными машинами, которые обычно с запада на восток тащат. Ну, вот как я, допустим, я еду. Кстати, забавная ситуация была в 2000, кажется, 2009 году. Я первую машину с Москвы гнал, Хонду ЦРВ. Леворульную купил в Москве. Из двух или из трех сваренную. Все как положено. И гаишники удивлялись, почему я еду с запада на восток. Потому что тогда потоки, караваны шли с Владивостока. Плоть до Москвы точно они доходили. Гаишники очень удивлялись. А тут я удивляюсь. Обычно, ну да, автовозиками я вижу, перекупы более продвинутые возят. Тачки, там, с автосалонов. Прямо автовозами по нескольку машин закупают и продают у нас, соответственно, в Новосибиде, ну или в Сибири дороже. Но тут, наоборот, они едут туда все. И причем не один, то есть это не случайность. Уже пару на заправке стоял автовозов. Сейчас штуки три проехала, ну, может, засниму что-нибудь. Ну, хотя вряд ли успею уже снять встречку. Интересно, кто-нибудь в курсе вообще, что происходит? Может, я не туда, может, я разворачиваюсь? Может, я не туда еду, куда надо? Еще всю дорогу едем. То ли их много едет, вот этих. А, вон, смотрите, сколько их. Офигеть, просто в тылу врага. Всю дорогу, то есть практически с Москвы я встречаю. То ли их много, то ли вот они все здесь собрались, втроем едут. Три автовоза полицейских машин. Ну, так забавно. Так, ну что, езда. Четвертый день, это, конечно, хорошо. Уже почти приехал, но что-то захотелось размяться, пробежаться. Маленько, конечно, местность тут такая, влажненько. Но вроде луж сильно нет. Я думаю, 10-15 минут, если потрачу, ничего страшного не случится. Ну все, воссоединился немного с природой. Сейчас тачан ждет. Блин, решетку надо искать, менять. Рома, блеск маленько. Подъезжаю к Новосибу, уже меньше сотки осталось. Уже, по идее, радиус можно, наверное, в Новосибирске попробовать поймать. Температура, вон, 2 градуса Цельсия. Средний расход 9,6 литров. Это сбросился, он получается, в Уфе, когда я аккумулятор отключал. Вот оттуда средний расход 9,6 литров. Ну все, вот мы и дома. Тут заметил что-то фиолетовый, фиолетовый цвет наживался. В Москве смотрелся фиолетовым. Так это же баклажан обычный. Лада, седан, баклажан. По крайней мере, при таком освещении очень похоже на баклажанчик. Ладно, пошел домой отдыхать. Завтра за работу надо запчастюльки искать будет и так далее. искать кому покраску отдавать.